Позиция Чинбао-Джуан Ноги примерно шили на плечи, стопы проливные Макушка направлена вверх Подбородок на себя, как будто я придерживаю теннисный шарик Плечи опущены Таз в среднее положение Колени слегка согнуты Поднимаем руки до уровня плеч Ладони напротив плеч Расстояние между ладонями примерно 2-3 кулака Положение, как будто я удерживаю слегка Смятый спереди и задних шаг Элипс, овал Рук получается по линии лопат Преплечья примерно под 40 поигрываются вниз и плечом и соответственно с этой стороны Локти направлены вниз и в сторону Пальцы суставов слегка согнуты и направлены друг напротив друга Взгляд прямо параллельно линии горизонта Раскопусирован, не найдем конкретное место на лепси В этом положении находим расслабление И после расслабления начинаем работу с небольшим раскачиванием Представляем, что спереди на нас накатывает волна Слегка толкая нас назад Мы смещаемся немного назад, в сторону пяток Соотношение веса 6-4, 60% сзади 40% на третьей части стопы После этого волна толкает на спину Мы чувствуем сопротивление спереди водной массы И слегка смещаемся вперед 6-4, впереди Итак, поочередно мы смещаемся, чувствуя силу с одной стороны Толкающуюся, с другой сопротивление И наоборот, толкание, сопротивление Это первая фаза Сейчас движение показано более в явной форме Реально оно будет значительно меньше Далее При движении назад руки начинают двигаться немного наружу Как бы растягивая воображаемую пружину между пальцами При движении вперед мы наоборот сжимаем пружину Движение назад растягиваем Вместе с телом руки идут назад Движение вперед сжимаем Это дополнительная сила Еще одна дополнительная сила При движении назад еще руки слегка всплывают вверх И при движении вперед слегка идут вниз Вместе получается назад основное направление Вверх и наружу дополнительные При движении вперед Пальцы идут ладони вовнутрь и немного вниз И вместе с телом вперед Вперед Внутрь вниз Назад наружу вверх При движении назад макушка стремится вытянуться вверх При движении вперед мы чувствуем как будто лугом толкаем сопротивление Придолевая какое сопротивление толкаем лугом Вверх макушка руки наружу вверх и назад с телом И при движении вперед Внутрь вниз вместе с телом вверх и толкаем лугом Также при движении вперед мы между коленями сжимаем как будто пружину Слегка вкручиваем стопы и сжимаем При движении назад мы слегка растягиваем пружину И так при движении вперед работает внутренняя часть бедра При движении назад больше внешняя Усилия небольшие Стараемся работать не столько мышцами Сколько использовать мысль Соответственно стопы тоже При движении вперед я переношу листилу на передней части стопы И слегка вкручиваю стопу в сторону больших пальцев При движении назад идет смещение в сторону пяток И переносится на внешнюю часть стопы больше И так у нас работает все тело Растягивается и сжимается по вертикали позвоночника Руки работают в трех плоскостях Работают колени, работают стопы При этих движениях стараться избегать работу только верхней частью тела Или наоборот только нижней Двигается все тело очень небольшое На более продвинутом уровне это движение почти незаметно Мы используем мысль и не используем силу На первых этапах напряжения почти нет Теперь мы берем стопы Детний рост Я буду берем стопы Продолжение следует...